Как слышно, как слышно, Юля. Охуенно! Здравствуйте, друзья. Здарова! Рада приветствовать вас. Тьфу, ты блять, так хуенно. Здравствуйте, друзья. Привет. Рада приветствовать вас на нашем семейном канале, посвященном пока что одной единственной игре, по сути, это Escape from Tark. Время течет, как мы все замечаем, да, ежедневно, по новым жировым складкам. Да, есть такая компания Madfinger Games, они вот сейчас работают над проектом Grey Zone Warfare. Мы хотим новый ролик посмотреть вместе с вами, ну и заодно обсудить все то, что мы здесь увидим. Ролик чисто геймплейный, rough геймплей, то есть сырой такой, сочный геймплей. Посмотрим, оценим, надеемся, что он нас не разочарует. Во! Сразу первое впечатление. Интерфейс. Наличие компаса. У меня уже встал. Мы на какой-то военной базе. Смотрите, как интересно вертолетные лопасти поднимали пыль и листву с земли. Наши бравые ребята едут на какую-то операцию. Что-то едем, видимо, захватывать, либо добывать. А нас доставляет туда персональный вертолет. Уже неплохо, уже интересно. Очень нравится, что много зеленого. Очень сочно выглядит. Как вам автомат в руках нашего главного персонажа? Первое, о чем я подумал, когда персонаж не в прицеле, мне кажется, что фов обзора, ну то есть угол обзора здесь максимально вытянутый. То есть сама ствольная коробка, она выглядит, вот мы максимально, максимально оттянутый от предполагаемой точки зрения, точки взгляда. Возможно, это все регулируется в настройках того же фова. Field of view, насколько я помню, это называется. Так, мы идем в составе отряда из четырех, я так понимаю, бойцов. Но есть какая-то элементарная имитация физики. По крайней мере, растительность колышется при взаимодействии с ней моделькой ЧВК. И трава, и цветочки, и вот эти вот небольшие деревицы, кустики. Что уже неплохо. Да, довольно приятно выглядит, и освещение вполне себе реалистичное. Так, а вот слышим спереди, да, похоже? Да, это режим тихого скрытного передвижения, я так понимаю. Так, заимил. Очень мелкий коллимотор. То есть мне действительно по ощущениям хочется приблизить коллимотор к экрану. Есть, да, такое ощущение. Очень мелкая рамка прицельная, прям максимально. Ну, может, это модель коллимотора такая. В Таркове, в принципе, тоже такое наблюдалось. Ну, надеемся, что там будет много вариантов. О, вода. Да не уж-то. Мы можем ходить по воде, как святые отцы. Так. Опа. Не пробил. Не пробил. А, так оставим, так сойдет. Так, мы штурмуем, я так понимаю. Какую-то деревню, да, занятую, наверное, местным аналогом диких. Может быть, там есть ценный лут? Провизия? Я надеюсь, нам покажут здесь процесс лутания. Ну, хотя бы интерфейс инвентаря. Все-таки мы до этого видели только такую мощную кальку Старкова, даже по цветовой гамме. То есть мы сейчас видим геймплей как минимум от двух ЧВК. Один у нас на среднюю-ближнюю дистанцию, типа штурмовик. Это вот с этим каллимотором. А другой на среднюю-дальнюю дистанцию, который с оптикой. Очень громкие звуки окружающей среды. Я вот чуть-чуть погромче сделаю. То есть реально звуки выстрелов тише, чем вот эти лягушки. Слышишь это, да, Юля? Да, но насколько я помню, в Таркове звук кустов, он тоже громче, чем звук выстрелов. Согласен. Я бы еще отметила, что звук стрельбы как будто бы не натуральный. Может быть, это зависит от типа оружия выбранного, но нет какого-то ощущения реальности, что реально ты стоишь, стреляешь. Так, смотрите, мы получили повреждение. Да, смотрите на верхний левый угол. Так, слышим спереди кого-то. Опа, опа, он по нам стрелял, пробил деревянные ящики. Сердцебиение, вы слышите? Сердцебиение. Слышите? Сердцебиение ЧВК. О, да. Так, выбирает, чем лечиться. Бинтик. Ну, анимация взаимодействия с предметами очи АТАС. Причем, смотрите, бинт прям реально натягивается на руку, наматывается. Но сейчас исчез, понятно. Да, вот это любопытно. Понятно. Смотрим дальше. Это какая-то азиатская деревушка. Такие одноэтажные, двухэтажные застройки. А так, работа снайпера. Выстрелы, как будто бы по звуку все одинаковые, из разных стволов. Возможно, это один и тот же калибр. Одни и те же стволы, только разные оптики. Не знаю пока. Я бы еще очень хотела посмотреть, как они очередью стреляют. И бросают гранаты, например. Так, это была очередь, да? Угу. И это тоже. Ну, как минимум, в предыдущих роликах нам обещали продвинутую систему баллистики. Поэтому за деревянными ящиками и деревянными стенками укрыться точно не получится. Да как и, собственно, за железным забором тоже. Почему он так громко дышит? И действительно, я не понимаю, как услышать противника при таких громких звуках окружающей среды. Слушай, ну как минимум, эти звуки, они есть. И это реалистично. Хотя, возможно, в реальном бою, когда грохочут пушки и канонады, все местные зверьки разбегаются. Ну, может быть, нам покажут, не знаю, взаимодействие хотя бы с... Опа, что-то подобрал. Так. Звук был крайне неприятный, если честно. А мне норм. Почему? Хороший вроде такой. Нейтральный. Так, мы взяли интересное. Это какой-то был смартфон, я так понимаю. Может быть, это был квестовый предмет? Ну, что просто заст. И сейчас наша задача, я так понимаю, отступить. Опа. Так, к этому мы вернемся. Ну, инвентарь тот же. Максимально повторяющий визуально Тарков. Но есть карта. И это, конечно, нас радует определенным образом. Да, но если посмотреть со стороны на бинтование руки, то выглядит это тоже... Кринжово, как будто он гипс накладывает, а не руку бинтует. Да, и текстура на текстуру заходит. Ну, динамики какой-то я не увидела здесь. Ну, а здесь ее и не должно быть. Как, в общем-то, ее особо и нет в Таркове. Как будто бы уровень сложности снизили так чуть-чуть для комфортного выполнения квеста. Да, здесь однозначно настройка ФОВ выкручена на максимум где-то около 80, а то и больше. Поэтому и руки выглядят настолько отдаленными и вытянутыми. То есть это можно настроить под себя. Ну, так и в Таркове тоже это так работает. Так, мы штурмуем какой-то недострой, укрепление или просто пытаемся выйти из окружения, из этой деревни. Ну, чисто визуально, если говорить с поправкой на условно-азиатский, среднеазиатский колорит, и наличие большого количества зелени, и довольно плотные застройки, кстати. А чисто визуально, я думаю, здесь никто не скажет, что игра выглядит плохо. Здесь отличная работа света и тени. Хорошие текстуры. Так, перезарядиться забыли. Ну что ж ты, маленький? Вот, смотрите, опять у нас кровотечение. По-моему, рука, рука правая, видишь, она красная? Да, да, да. Ну, над интерфейсом, конечно, надо поработать. Очень мелко. Надо все это укрупнять однозначно. И не знаю, насколько это было бы удобно наверху именно, как и расположено здесь. Так, опять эти огромные бинты, которые по мановению волшебной палочки также исчезают. Ну, это ладно. Так, кепочка в воздухе висит, я понял, бейсболка. Где-то я это уже видела. Угу, на троллейбусе, на улицах Таркова. Так, справа кого слышим? Слева. По дереву ходит. А, это свой, это свой. Так. Но это бетон. Почему были звуки дерева? У-у-у, это переливайка крови. Ничего себе. Так вот как это работает. То есть там где-то должен быть показатель уровня количества крови. Потерянный, да. Так, понято. Каллимотор, конечно, не очень информативный. Очень мелкая прицельная рамка с толстыми, с толстыми краями очень. Но звук шагов своих тиммейтов практически не слышно. В том числе по траве. Слушай, ну это реалистично. Ну, по траве, я думаю, должно быть слышно. Ну, не настолько, как в Таркове, Юль. Особенно кусты. Ну, там наушники есть. Мы, кстати, не знаем, персонаж в наушниках или нет. Ты обратил внимание? Нет. Но можно будет потом отмотать и глянуть интерфейс. Звук просто стрельбы по жестяным бочкам каким-то. Как будто бы. Возможно, это звук... При применении какого-то специального дульного устройства. Пламегасителя, например. Так, слева кого-то слышим. Но, наверное, это свой. Мне бы хотелось посмотреть процесс лутания, например. Хотя бы. Чтобы подобрали другой... Опа! И как выглядит процесс стрельбы от бедра. Тоже интересно. Ну, вот эргономика здесь очень неплохая. Ты видел, как быстро он навелся? Смотри, пальчик перебинтованный, желтенький. Это что такое? Легкое ранение? Иди сюда, мать твою! Далее по тексту. Цветочки, бумажки. Смотри, какая хорошая анимация, плавная. Мне очень понравилась анимация, как он ногами сейчас перебирал. У меня реально складывается ощущение, что они крадутся. Так. Видимо, наш главный персонаж не самый меткий стрелок. Ну, собственно, как и 90% обычных игроков. Это рикошет был от железного кузова? Смотри, смотри, опять иконка появилась. Лечи голову, лечи голову. Ранение в голову, да-да-да-да-да. Нет, интерфейс повреждений надо точно укрупнять. Падают они тоже довольно натуралистично. Ну, кроме вот этого в штанишках, в шортиках. И процесс пиканье вот сейчас нам показали. Ну, застройка, я вам скажу, довольно плотная. Вот эта деревня проработана, мне лично нравится как. То есть здесь есть какие-то одноэтажные деревянные постройки, амбары, двухэтажные, трехэтажные здания. Ну, разнообразие здесь присутствует. Да, то есть это реально похоже на деревушку. Это реально похоже на деревушку. Какая-то инфраструктура, опять же, складские помещения, обычные жилые бараки. Да, здесь опять же, как в Таркове, нет эффекта копипаста. То есть здесь прям очень хорошо проработаны объекты. Полностью согласен. Вот этого эффекта копипаста, как, например, очень чувствовалось в DMZ, например, Call of Duty. О, выбить дверь. Выбили, отлично. Да, причем дверь открылась позже, чем нанесся удар. Ну да ладно, это все правится. Так, взяли еще какую-то тетрадочку, видимо, квестовую. Классно отработаны зеркала, стекла. Видно прям, что это стекла. Слушай, но у меня впечатление сложилось, что это вот больше все-таки именно шутер, потому что процесс лутания здесь не такой ламповый, кайфовый, как в Таркове. Вообще, в принципе, мало они лутаются. А ты уверена, что этот процесс здесь показан вообще? Вот они даже тела, например, не посмотрели практически убитых. А может быть, это и не было в сценарных планах Madfinger Games. Возможно, они сейчас показывают нам один из вариантов типовых миссий, коих, насколько мы помним, будет на старте ранней беты около 150. От каждого из шести, от шести торговцев at all. То есть всего 150 миссий на шесть торговцев. Примерно по 30. А модель взаимодействия с ними примерно такая же, как с торговцами Старкова, насколько я понял. То есть с ними ты торгуешь, бартеришь, поднимаешь репу. Оу, промазал. Не пробил броню, видимо, он. И они дают тебе квест. Но визуально мне игра очень нравится. Конечно, если бы она была выполнена в условном Тарковском антураже, это было бы просто попадание 10 из 10. Почему они выбрали именно азиатский сеттинг, среднеазиатский? Ну, не знаю. Захотели чем-то отличаться. Ну, опять же, 42 квадратных километра, незабываем. Это большой простор для творчества. Туда можно добавить что угодно. Ну, не хотелось бы, чтобы пространство было, например, пустующее. Они сейчас прошли через кусты, их вообще практически не было слышно. Так, у нас, видимо, жажда, судя по значку. Так, вот сейчас он запикался. Да, 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 да. Гидротация. Ну, и, конечно, компас в верхней части экрана. Юль, представляешь, насколько будет теперь комфортно давать ориентир тиммейту? Там, опа, движение на 30. Хоп, на 30 сразу проверил. Да, очень удобно. Не хватает. Таркви. Такой механики. Я так понимаю, постоянного отображения карты либо нам это не показали, либо его действительно здесь не будет. Опа, что это был за звук? Опыт мы какой-то получили. за обнаружение чего-то, видимо. Видимо, исследование локации немножко. Может быть, да. Так, о-о-о-о, опа, тут даже бейс-кэмп отмечен. Та точка, куда нам нужно вернуться. И там были GPS-маячки. То есть ты физически видишь расположение тиммейтов. Это круто. И не забываем, что в рейде мы всегда можем встретить живого ЧВК. То есть места, по которым мы проходим... Наушников не было. Наушников не было. Да, то есть места, по которым мы проходим, они отмечаются на нашей основной карте большой, правильно? Ну, либо они уже отмечены изначально. Первый вариант, конечно, поинтереснее. Карта дополняется со временем, становится более конкретной. Места лута, места врагов отмечаются постепенно. Я так понимаю, мы ждем вертушку. One minute, нам сказали. То есть выполнив миссию, мы должны прийти в предполагаемое место эвакуации и также дождаться вертушку. Ну, чем-то это похоже на классический выход с рейда и в Таркове. Только здесь это обставлено более масштабно, да? Да. А другой вид транспорта нам покажут? Интересно, в этом видео. Или у нас пока только вертолеты? Ну, пока это затравочка. Так, небо такое чувство, что не двигается. Ну, оно, по крайней мере, выглядит как небо. И это круто. Ну, неплохо, неплохо сделано. Все, погнали. Все, домой. Ну что, Юля, мы можем сказать по поводу увиденного. Во-первых, я хочу, с вашего позволения, отмотать на тот момент, где у нас видна карта. У нас есть расположение карты, персонажа, заданий, overview, camps, landing zones. То есть мы можем отдельно посмотреть места высадки. Там, где находятся наши предполагаемые лагеря. Видимо, это также и зоны эвакуации, зоны передышки между рейдами. Ну и overview, это, я так понимаю, просто обзор всей карты. Мы, я так понимаю, были вот в этой деревне. Обратите внимание, здесь какая-то красная зона. Возможно, это нынешний недострой, например. Ну, то есть еще не открытая часть карты. Либо там радиационное заражение. Либо, да. Либо это зона с повышенной вероятностью бой столкновений с ЧВК, о чем нам тоже говорили. Ну, возможно, это места с особо ценным лутом. Давайте просто визуально посмотрим, что есть в пределах этой деревушки. Вот мы были здесь, в рейде, добывали 2-3 предмета каких-то. А вот смотри, браво-1, браво-3, браво-2. Это не точки ли интереса, где мы были, нет? Возможно, честно говоря. Потому что наши тиммейты, насколько я понял, они вот обозначены этими квадратиками синими. Не особо понятно. Base camp — это, собственно, откуда мы стартанули. У нас есть форт на рифт какой-то. Форт. Возможно, это какая-то мини-военная база, да? Ну, форт. И Tiger Bay — это залив тигра. Может быть, рыбацкая деревушка или что-то в этом роде. Под ней голубая лагуна, блю... Где? Вот под ней прям. Блю лагун, да, возможно. Смотрите, я, конечно, не силен в картографии, но что-то мне подсказывает, что вот это устья реки. По левый и правый рукав у нас, соответственно, рисовые поля — это что-то наподобие сельскохозяйственной провинции, возможно. Либо той части острова или страны от этой закрытой территории. Возможно, это действительно начальная локация, где небольшие там сельскохозяйственные деревенские рыбачьи, рыбацкие деревушки. Ну да, рядом с нашей базой находятся. И, возможно, чем дальше от базы, тем опаснее или что-то еще. Но в связи с этим, опять же, вопрос. Будем ли мы пешком продвигаться и следовать локацию? Или только на вертолете? Хотелось бы автомобиль, например, какой-нибудь. Ну, это было бы максимально круто, тем более размеры локации в 42 квадратных километра. Это, пардон, не так уж и мало. Они, в принципе, позволяют реализовать возможность наземного транспорта. И, знаешь, исходя из того, что я видел здесь, исходя из застройки, которую я видел здесь, здесь нет того нагромождения предметов и условного хаоса, сделанного прям видно руками так скрупулезно, как в Таркове. Здесь есть прямые признаки неумершей инфраструктуры. Даже на той же самой карте. Пожалуйста, асфальтовые дороги, города, езди, пожалуйста, пересеченная местность, которую мы видели вначале. Здесь нет никаких таких зонов с оврагами, горами. В принципе, можно ездить. Создаётся ощущение наличия такой возможности, хотя бы гипотетически. А над иконками однозначно надо работать. Я думаю, Юля со мной согласится на 100%. Да, выглядит очень картонно, по-детски как-то даже нарисовано. Не сказала бы, что прям реализм какой-то чувствуется, глядя на эти иконки. Я бы сказал, даже наоборот, здесь слишком технологично. Хочется большего масштаба, как минимум. Чтобы пистолетики были побольше. Да, и тут всё плоское. И даже мы не знаем, нам дадут возможность в этой игре взять оружие, покрутить его вокруг, посмотреть со всех сторон. У нас есть категория, собственно, нагрузки, интоксикации, радиации, энергии, гидротации и блат. Да, это тот самый момент, когда персонаж какую-то переливайку во время боя себе по вене пустил. Так, у нас также есть некий сейф-лок, который вы видите у себя. Как вы думаете, что это? Да, вероятнее всего, это тот самый подсумы, который будет максимально огромным у людей, которые первыми зайдут в бета-тест, в ранней доступности. Упит его. Да, может быть, он даже будет на 9 ячеек. Пока это неизвестно. Бегает он, кстати, с эмочкой. Так, ну, видим шлем, наушники, защита для лица, глаз. Разгрузка маленькая у нас. Но, обрати внимание, здесь есть покетс и ремень какой-то. Я так понимаю, здесь у него бронеразгрузка, которая выполняет функцию и обычной разгрузки. Собственно, как и в реальной жизни, как и в Таркове. Да, у него там магазин от Глока лежит, шоколадный батончик и граната. И телефон в рюкзаке. В рюкзаке, да. Я имею в виду. Водичка на два использования. Да, похоже, похоже на тарковскую водичку. Где-то мы это уже видели, все, да. И видишь жгуты в сети. Только там у нас в Таркове они одноразовые. И слот, видимо, для второго оружия у нас находится почему-то рядом с рюкзаком. Но он как бы за спиной находится. Так, какие у нас еще вкладки есть? У нас есть вкладка здоровья, карта, персонаж, задачи. Gear, собственно, тот экран, который сейчас открыт, и здоровье. Можем попробовать подвести какие-то свои личные, естественно, субъективные промежуточные итоги. Ну, давайте с банального. Что касаемо визуальной части, Юля, что скажете? Мне нравится, как сделано. Ну, все-таки здесь большая часть, наверное, картинки это растительность занимает. То есть выглядит в целом неплохо, но, на мой взгляд, в Таркове это выглядит более реалистично. Но зато здесь лучше и качественнее сделано освещение. Звуки приятные очень, но я бы сделала их все-таки чуточку потише, чтобы мы могли оценивать более точно окружающую обстановку. Прости, пожалуйста, перебью тебя. Вот момент, который меня заинтересовал. Мы можем, по ходу, взаимодействовать с рюкзаком тиммейта. Можем заюзать и можем заскролить варианты. То есть это проверить состояние здоровья тиммейта или как? Как минимум это говорит о том, что предполагаемая возможность взаимодействия с тиммейтом какая-то имеется, кроме убийства голова-глаза по неосмотрительности. И звуки выстрелов все-таки. Мне бы хотелось услышать что-то более интересное, разнообразное. То есть я думаю, Тарков на данный момент эту игру опережает. Что касаемо визуала, я однозначно не соглашусь с тем, что в Таркове визуальное отображение растительности более натуралистично. Вообще Тарков, я уже об этом говорил, свое мнение, это по большей части работа дизайнеров локаций, а не программистов, подтягивающих возможности движка. Все очень грамотный дизайн локации, расставление источников освещения, ну и картонных декораций. Это, собственно, и создает вот эту иллюзию жизни Таркова, тарковских локаций. Дизайн, да, но ты посмотри на анимацию растения. Она как будто бы очень короткая и зацикленная. То есть не создает впечатление какого-то реализма. А в Таркове деревья уже начнут бегать? Пока нет, но как-то не цепляется. Скоро начнут. Ну, в общем, ладно, это все вкусовщина. Мой вердикт, он очевиден. Если оценивать исключительно визуал с технической точки зрения, ну, эта игра, это условное настоящее, может быть уже даже вчерашний день. Да, да, вчерашний день. Тарков — это определенный мамонт, который по неведомому стечению обстоятельств почему-то не умер 10 тысяч лет назад. Вот с технической исключительно точки зрения, я имею в виду. Не с точки зрения проработанности визуала локации. Вот это все, что касаемо визуала. Мне игра очень нравится. Качественные текстуры. Посмотрите на эту деревяшку, да в нее можно влюбиться. Вы посмотрите просто на эту. Деревяшка шикарная. Шикарная деревяшка. Вы что, ребят? Да в целом нравится, как блюр работает. Вот это вот. Ну, вы поняли. Эффекты получения ран неплохие. Над интерфейсом определенно надо работать. Давай по части интерфейса. Тут, думаю, мы единогласны. Скажем, что компас — это во, 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 во. Соответственно, над иконками надо работать, но я более чем уверен в процессе раннего доступа. Это еще может 33 раза поменяться. Откуда черпали вдохновение? Понятно на 100%. Соответственно, в том числе не дураки там в Midfinger Games. Они метят в ностальгические ноты в сердцах десятков, а то и сотен тысяч, кто уже по Таркову бегает. И правильно делают, на самом деле. Я лично жду от них максимального разнообразия миссий. О, да. И точек интереса на карте размером в 42 квадратных километра. Вот. Боевка, я так понимаю, была исключительно с ботами. Не то чтобы прямо очень динамичная. Вот это, кстати, сейчас момент нам показывает с переливанием крови. Интересная механика. Да, интересная механика. Но это, я думаю, подвид использования 7С какого-нибудь, грубо говоря. Только он не ногу здесь чинит, а типа выливает в себя кровь. Но принцип тот же самый. Это 5, 10, 15 секунд кулдауна, когда твой ЧВК не может продолжать бой столкновения. Ну, грубо говоря, надо подлататься. Да. Я очень надеюсь, что все эти домики будут доступными к посещению, что это не будет мертвой декорацией. Если выяснится, что в одной деревне из 30 домов открыты только два, там, где квестовые интересы, собственно, и там что-то нужно залутать. Ну, тогда все, до свидания этой мере. Да, в связи с размерами карты, хотелось бы, чтобы она была очень плотной, наполненной, и чтобы было очень много предметов для взаимодействия, для лутинга и так далее. То есть здесь пока что мы не увидели этого. Но я надеюсь, что со временем этот момент они нам покажут и будут его как-то развивать. Эта тема вообще не раскрыта, я полностью согласен с Юлей. Собственно, разработчики европейские, разработчики опытные, на рынке видеоигр, они давно действуют, они по проложенной уже десятки лет тропинке. Легкие затравочки. Сначала нам показали условный боевой геймплей в лайтовой начальной миссии. Потом, я уверен, нам покажут варианты взаимодействия уже с окружением. В том числе, опа, ножка. Видели? Ножка гуттаперчевая. Вот это было интересно, обратите внимание. Жесть какая-то. Видишь, видишь? Она потихонечку, потихонечку к земле-то тянет. Видишь, да, видишь? Услабляется. Оп, оп. Ребят, ну если это не совпадение, а реально настолько качественная проработка модельки, ее анимации даже в посмертии, это мое почтение. Слушайте, ну показали бы еще хотя бы, как окно разбивается, например, я не знаю. Я думаю, собственно, с чего я и начал, да, свой монолог. Они будут постепенно давать нам затравочки. Показывать сразу лучшую часть филейной дамы, они не спешат. Они будут раздевать ее для нас постепенно. И это правильно. Конечно, меня еще интересует вопрос взаимодействия с горючими, взрывоопасными материалами. Вот интересно, можно ли будет взорвать какую-нибудь рандомную машинку. Если можно будет, ну сразу плюс балл от меня. Да, нам надо, чтобы все взрывалось, горело, разлеталось и так далее. Вот это будет реально круто. На данный момент нам не показали, будет ли возможность отображения, постоянного отображения карты на юзер-интерфейсе во время, собственно, рейда. Но только по специальной кнопке пока что. Зато есть постоянное отображение компаса, это тоже радует. Да, мы хотя бы знаем, где наша база находится и точки интереса, плюс-минус. И карта, она разделена на квадраты, и там масштаб есть, и то есть, в принципе, все элементарно. Вот это удобно. Так, с тем взаимодействие один в один. Ну, не очень реалистично. Не очень. Он сначала удар нанес, а потом где-то вот через полторы секунды, да, дверь уже распахнулась. Я бы лично хотел увидеть в следующем RAW геймплей ролики от Madfinger Games больше взаимодействий с окружающим миром. Транспорт. Транспорт, чтобы показали процесс лутинга. Причем, я надеюсь, лутинг не будет ограничиваться бронежилетами, патронами и оружием. Какие-то внутриигровые предметы. И в связи с этим, чтобы показали, ну, как минимум, систему торговли. Например, систему, там, квест-лога. Как это выглядит, как получаются квесты, да, как они сдаются. Тоже визуально это будет интересно пронаблюдать, ну, и, собственно, сравнить. А в целом, ну, пока без особого оптимизма, но, знаете, и без ярко выраженного скепсиса. Потому что, ну, что-то уже есть. И если то, что нам показали, это одна из 150 миссий, если все они будут не под копирку в однотипных деревушках, то я лично буду ждать этот проект и дальше. Да, есть ощущение, что что-то действительно уже готово. И ощущение какого-то потенциала, чего нет, например, в Таркове. Затянулась бета. И очень много лет уже ничего практически не меняется кардинально. А здесь, несмотря на сырость материала, здесь чувствуется, что есть куда стремиться, есть потенциал какой-то. И мне понравилась анимация. Я, когда смотрю на то, как двигаются модельки в этой игре, у меня не создается впечатление, что это бежит кукла. Когда я смотрю на анимацию ЧВКшников в Таркове, у меня сразу ощущение картонности и деревянности. Единственное, я не видел, как в этой игре осуществлен прыжок со стороны. Да. Но именно как здесь ходят тиммейты, как они ускоряются, как они пикают, как они разворачиваются, как они перебирают ногами, когда заходят за угол. Мне прямо это очень импонирует и нравится. Обратите внимание на персонажа слева. Оп, оп, ножку. Вы видите? Он, правда, сейчас в текстуру провалился от этого пота. Но это не важно, ребята. Обратите внимание на плавность движений. Смотрите, смотрите, он ускоряется, оп, замедлился. Он идет, как живой человек. Тебе не кажется, что он немного сутул? Ну, немного, да. Смотри, как ногами перебирает, как боженька. А этот, а этот, смотри, футболист. Это же Рональдини в молодости. Ладно, ребят, собственно, поделились с вами свежей порцией информации касаемо этого проекта. В очередной раз, не скроем, мы его очень ожидаем, как минимум, как и минимум, в надежде на то, что выход достойного конкурента, да и хотя бы просто крепкой игры в этом жанре, даст возможность застоявшемуся тарковскому болоту немного освежиться. Вот, все, Юля, ваше слово, и закругляемся. Да, тарков, он действительно застоялся в бете. Ему уже давно пора релизнуться так вот хорошо, но почему-то по каким-то причинам, скорее всего, именно по техническим. А здесь мы видим действительно потенциал и что-то свежее. То есть я не скажу, что я не верю в этот проект. Я пожелаю ему удачи, как и Таркову. Да, как и Таркову. И, кстати, в довесок, минутка. О грустной информации, друзья, смотрите, чего я сейчас увидел. Смотри, оп, текстурка. Не-не-не, бинт-то ладно. Приклад у нас опять провалился в текстурку. Все. Все понятно. Надежда умирает последней. Возможно, это тот самый момент смерти. Надежда. Может быть. Кстати, когда он руку бинтовал, там тоже текстурка на текстурку. Ну, Юля, это даже не бета-тест, Юля. Вот давай так, честно, если взять во внимание, что это даже не бета-тест, и если это не какой-то прорендеренный футаж, а реально они сидели и играли, для игры, которая еще даже не в раннем доступе, это мое почтение. Ну да, работа чувствуется проделанная очень хорошо. Ну и напоследок. Бинтик, исчезай. Оп. Прикладик, текстурку, попадай. Все, друзья, давайте, до скорого. Приходите на стримы. Спасибо. Я говорю, компас ты... О, да, забей пись, компас, охуенно. Этого говна нам не хватает в Таркове. Круто.